Ну брат, что-то у нас сегодня? Что-то я затрудняюсь. Официанам и Луки читалось. От Луки. А? От Луки. От Луки? Ты что? Первый, второй тур? То есть сейчас. Виктор Андреевич? Ну, Севастьян. А, Севастьян. Приносит Виктор Андреевич. Пишет Севастьян. Ага. Мы Ефесянам-то дочитали еще позапрошлый раз. Пожалуйста, пробегайте. Что такие? Вроде пост толстый. Худеть надо. Кто-то худеет или кто-то опухает. Спасибо. Что тут рядом? О, теперь Калина надо есть. Калина. 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 Ага. У нас полно. Обращайся к нам. Калина. Калина есть. Я с медом делаю. Нормально что-то. Ну, как, не так. Ну, я помню, кислая. Горькая ли там. Она какая, я не помню. Горькая, сладкая. Горькая, кислая такая. Ну, и сладость там еще. Нет. А вы шли в машину, да? Мед? Нет. Синий. Я не знаю. Обратный отчет положил. У меня открыто было. Я сказал, положи там. Мед. Мед надо взять. Да. Мед. Вот. Татьяна? Пофициант. Как я знаю? Нормально. Слушай, ну я-то, да. И вот сейчас, тогда на дельный мыпу толстку, или я бы вверх. Мы уже, наверное, вверх. И штыком, вверх. Я, и думал, вроде норма. Ну, вверх. Там дверь лежит. Дай-ка. Там бед. А, нет. Занись я буду. Я понял. Я сейчас потом с folks все что-то. А, задушно, простая. Там нельзя. Нет, тут опоры 500. Ну, я понял, полочка же. Назад-то нельзя было отключить. Что написано? Ну, никто так не делает. Закрыл-то двери. А, нет. Это он нет. Найдёшь. Нет, он каждый раз новые закладки будет. На первой партии не надо. Наконец-то. Воскресенье было жарко, то воскресенье было прохладно. Нормально. Я посредине обычно сидел. Хорошо. Марин, снизу надо держать или выдерживать эти ручки. Начинаем. Заходите все. Юля, пойдёшь? Трапезную заходим. Детская. У меня батарея. Детская. Нет? Для чего? Царю Небесный, Утешителю души истинной, И жизнь в детстве, И вся исполняй, Сокровище благих, И жизни подателю, Приди все лисявны, И очистены от всяких склерны, И спаси блажей души наша. Милости и любящий наш Отец Небесный, Мы преподаем к стопам Твоим, Во имя Иисуса Христа, Благосовета собрания. Мы сей направь к горнему, И помогим оправдать названия, Какие Ты дал верующим Тебя, Святые избранные мои. Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. На сегодняшнее чтение и толкование Эфилакта Болгарского. Послание к Ефесянам, Святого апостола Павла. Глава 4, стихи с 1 по 6. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. 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 Стих 1. Итак, я узник в Господе, Умоляю Вас поступать достойно звания, В которое Вы призваны. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Не властвовать должно учителю, А служить ученикам ради их спасения. Посему и Павел, как слуга, умоляет. Выставляет даже узы свои для успешности просьбы. Узник ведь я в Господе. То есть не за дурное дело, а ради Господа. Итак, окажите почтение узам ради Господа. О чем же я молю? Не о себе, а о вас. Чтобы вы жили достойно своего звания. Вы ведь призваны к великому Восседать вместе со Христом и царствовать вместе с Ним. И не следует посрамлять своего достоинства делами, Недостойными Христа. От догматического же учения Перешел к нравственному, Предавая тем сладость своему слову. Второй стих. Со всяким смиренно мудрем и кротостью и долготерпением, Снисходя друг ко другу любовью. Толкование. Показывает, каким образом возможно поступать достойно звания, Если мы будем смиренными. Ибо тогда ты вполне поймешь, Каков ты есть и чего удостоился. И смиришься, и постараешься служить своему благодетелю. И при том, оно служит основанием всякой добродетели. Посему и Господь начал свои заповеди блаженства отсюда, Называя блаженными нищих духом, то есть смиренно мудрых. Со всяким смиренно мудрием, не в словах только, Но и на деле, в наружном виде и голосе, И не так, чтобы в отношении к одному являть себя смиренным, А к другому нет, но в отношении ко всякому, Малым ли он будет или великим. Ибо возможно быть и смиренным, И вместе с тем вспыльчивым и гневливым, Но такое смирение бесполезно. Научает, какая польза от кротости и долготерпения. Это снисходительность друг к другу. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, Как же я буду снисходителен к ближнему, Когда он гневлив и дерзок. Он указывает и способ в любви. Ибо если мы будем иметь любовь, То будем снисходить друг к другу. Третий стих. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Полтование. Как в теле Дух все объемлет и объединяет, Так и Церковь объединяет Святой Дух. Хотя мы различны и по роду, и по характеру, и по занятиям. И через Святого Духа мы становимся единым телом. Итак, постараемся хранить это единение, Живя в мире друг с другом. Ибо если мы не будем иметь союза любви, И не будем жить в мире друг с другом, То погубим то единение, которое даровал нам Дух. Подобно тому, как если бы возник раздор у руки или ноги с остальным телом, И они отказались бы от союза с прочими членами, То они уже не были бы под властью одного Духа. Итак, нужно великое тщание. И мы не леносно должны поддерживать мир, Крепко соединяясь друг с другом, Дабы куда один стремится, и другой тоже. Ибо таковы союзники, Они самопроизвольно распоряжаясь собой. Тогда только будем в едином Духе. Стих четвертый. Одно тело и один Дух, Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Полкование. Не просто любви ищет Павел, Но любви, делающей всех единым телом, Через полное единение друг с другом, Так чтобы, как члены тела, Они сострадали и сорадовались друг другу. И один Дух прекрасно это сказал, Показывая, что став одним телом, Они будут и одним Духом. Или же, что возможно быть единым телом, Но не единым Духом, Подобно тому, как если бы кто был в дружбе с еретиками, Но не следовал их учению. Или же, получив один Дух веры, Вы должны быть и в единомыслии. Или же Духом называет одинаковое у всех душевное настроение И единомыслие, как бы так говоря, Одно тело и одна душа. Бог, говорит, призвал вас к одному и тому же, Всем даровал жизнь, Равно для всех стал главой, Всех совоздвиг и посадил с собой, И просто всех принял с одинаковой честью, И все имеем одну и ту же надежду. Посему вы должны быть едины и по союзу любви, Ибо в отношении к Нему мы равны, Хотя и различаемся на земле. Пятый стих. Один Господь, одна вера, одно крещение. Толкование. Ведь нет того, чтобы ты имел высшего Господа, А тот низшего, Чтобы ты спасался верой, а тот делами, Чтобы тебя делало свободным крещение, а того нет. Шестой стих. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Толкование. Толкование. То есть Он над всем и через все проникает своим промыслом и управлением. И во всех нас обитает. Заметь также, что еретики предлог через относят к Сыну, А во к Духу. Как будто Он имеет умоляющее значение. А они прилагаются к Отцу, конечно, не в унижении Его. Богу нашему слава на веки. Аминь. Так, следующая Испаи будет в субботу. В эту субботу. Я еду, потому что здесь я немножко меняю с поездами. Чтобы утром выезжать. В ночь ехать очень трудно. Даже не вызван. Вся ночь не спишь. Даже и пасхальную ночь и то легче переносится, чем эта. Поэтому так они утром. И потом будет еще двадцать пятого. Ну, двадцать четвертого. Второй раз. Еще два раза будет. Это значит будет 10-го и 24-го в субботу. Испаи не умрите. Ну, вы все слышали новость, что на неделе упокоился епископ Ивтихий. Наши общины, скажем, что... Ну, как бы мы были уже... Организовались общины-то, собрались пораньше, там с девяносто первого года уже. Но уже когда зарегистрировали как с епископом, это в девяносто четвертом году. Когда его рукоположили, сделали епископом. Он был. И все эти годы мы были. Да все было. Было такое, что... Вот до того было, что он говорил, что меня запретит, а Игнатия там... Был он в этот комитет по котизации, что его исключить из этого комитета. Ну, это было когда за русский язык мы... Ну, три года, чтобы мы не поминали. Мы выдержали это, и все пошло. Он... Он, скажем так... Бывало такое при службе, он... Меня один раз было тоже. Были мы там в Шабылкино. Храм Великой Мученицы Екатерины. Ну, слушай-ка, я с собой-то нету. Там какое было? А там какие есть награды-то, Бог, надо было? А их нет, я это... Он, ты почему не надел эту награду? Что, презираешь? Да нету, ну, я это... Нет. Наказание мне там, значит, это... Ну, служба, когда закончилась, он все... Ладно, все, я отменяю, прощаю. Я даже не начал исполнять наказание, он все, отменяю. Ну, такое было, значит. Строги. Еще что. В общении был он простой. Простой. Даже некоторые приходят и спрашивают, а где у вас это... Мне вот в Сипийском встретиться. Он говорит, а вон на крыше там, он сейчас там колотит, там купол кроет на крыше. А никого нет, один. Я говорю, а что ты один? Да кого, говорит, здесь нет никого. Все, ну, рабочий день все равно. Это с купола слезет оттуда. А там высокий храм. Это старый храм. Он еще двухъярусный храм. Есть там летний внизу, а летний, вернее, вверху. Этаж как. Второй этаж. Вот. Высокий очень. Он сам слезет, лист железа привяжет на веревку, залезет, лист поднимет, его там приклепает, и опять слазит, за вторым листом слазит. Ну, вот так вот он. Просто было. Сейчас епископов таких, ну, да редко, да может быть и нету даже. Епископ, значит, он уже как бы князь, уже, говорит, церковный князь должен быть. Вот. Таких, я думаю, что и нет еще. В чем-то было, да, такое, но вот к такому было. Приезжая к нам в Потеряевку, он всегда, даже когда в журнал издавался «Собор», он отзывался, что, говорит, я когда бываю в Потеряевке, то как-то приезжаю, говорит, оттуда воодушевленным. То есть духом там нашим благодатным он пропитывался и делал так разговаривать. Свидетельствовал об этом, было всегда. Ну, он болящий был, болел. У него года полтора или два, по-моему, операции делали на желудок. Ну, и сейчас так я точно не могу сказать, но так это, что передо мной, что у него был рак желудка. Последние годы уже, года четыре, пять, он никуда не выезжал, не ездил никуда. Я сколько раз приглашал, он отказывался, я не могу, говорит, я мне в дороге ехать, мне трудно, у меня, значит, это, ну, болезнь, значит, трудно. И он уже никуда не ездил, хотя ихний храм, он принадлежит как бы московской епархии. Вот. Когда какие-то, ну, верхальное собрание, то он не ездил, посылал священника туда. Вот. Сейчас я не знаю, как он будет, может быть, его передадут в учебскую епархию, но так было тогда, что он в московской епархии этот храм так оформленный был, когда он стал епискоком. Это после... Викария? Нет. Викария тогда еще не было в Викарии. Да, ну да, когда в Викарии, тогда это было, что передали, вот такое, что патриарху как бы принадлежит, принадлежащий храм. Это редко такое бывает в Сибири, чтобы на таком расстоянии было старого вагинания. Обычно там в Москве там бывают храмы, там монастыри, вот, которые как бы считаются там как Ивуменом патриархом. Вот. А это так было. Вот. Ну что, прошу всех, не забывайте о своих молитвах, вспоминайте его, просите, чтобы Господь просил ему какие грехи, вольные и невольные, и его в своих селениях упокоил. Вот. Вот. Нам было хорошо с ним. Видите, что, как. Сегодня говорят, а вот если бы было так, то что бы было там это, ну, так. Если, надеюсь, на Господа, видишь, что Господь мой помощник и заступник, вот, то ничего не надо бояться. А вот если будет так-то там то, что будет, будь верен Господу, Господь не оставит, когда не видел, говорит, правильника нуждающегося в хлебе. То есть, Господь устроит. Да. Вот было. Да, было у нас. Был Максим, допустим. Мы 11 лет, мы не могли никак с ним. Даже приезжал Евтихич, я его приглашал прям никак. Так, уже перед отъездом он только приехал к нам. Приехал, очень так, богато одарил нашу. Мне там чашу новую большую подарил, там весь это, богослужебник, не это маленькая чаша, а большую чашу там. Вот там, богослужебник маленький в кожном переплете, там икону, вот, потом лампаду красивую там подарил. И всех, потом всем, кто был на суде, всем по шоколадке, значит. Да. И по иконке. Да, и по иконке. И потом еще дал, сказал, будет у них концерт в этом филармонии. Вот, пригласить им билетом. Я говорю, Владыка, а можно нам хоть несколько? Так, зайдешь в канцелярию и сколько тебе надо? Возьмешь. Сколько надо? Скажешь по моему благословению. Я прихожаю, говорю, ну, мы не можем. Я говорю, мне Владыка благословил. А сколько вам надо? Я говорю, мне 20 штук надо. 20. Или даже 25. А не, так много. Мне Владыка благословил, сколько надо? А, ну, ладно, дали. Но пришло-то меньше наших-то было. Я потом, а другие батюшки приходят, у кого не было, я им эти пригласительные-то раздавал еще. Вот такое было наше расставание с ним. Было 11 лет. Был другой потом епископ. Он лет 5 или 6 был. Ни разу. Ни разу не был у нас. Я приглашал несколько раз. Один раз он ответил на приглашение с добрыми пожеланиями. Так, и все. Больше не было. И священники, которые были, ну, близко к нам, там, и приходили, они служили у нас, когда я приглашал там на престольный праздник. Меня запретил к ним с тобой. К нам пока не были, я приглашаю как-то. Ну, отец таким, понимаешь, Владыка запретил там это, что я бы, говорит, всей душой приехать. Но не было и уехал, так мы ни разу не встретили. Но у нас все было. Теперь нового епископа направили. Владыка Антони. Вот. И буквально первая встреча, он такой расположен. Ох, я так слышал, хотел познакомиться, отец таким, с вами вот. А было в Мамонтово, престольный праздник Владимира, князя Владимира. Вот там мы, в храме. Потом я пригласил, он приехал на престольный праздник. Владыка Сергий где-то в Казахстан уезжал, он не мог приехать. Позвонил, что срочно туда бывает. Другой совсем. И так, и так бывает. Такой был, а этот такой был. Вот был там, такой-то был Максим с Максимом, что все было. И были прещения там, что занятия, чтобы не проводили там в университете. Было там, срывали Иванов. Ну вот, перетерпели, претерпели. Господь посылает другого епископа. И что? Тот же самый. Хоть мы говорим, да, то же самое. Как скажем, предприятие то же самое, но человек-то другое. И все меняется. Так. Мы читаем, когда в Ветхий Завет смотрим. Царь был. Царь был, который поступал по стопам там Господа. Его сын встает. Нет. Там с идолов строят, там ставят. Потом встает там другой царь. В ночь там благочестие. Это всегда было так. Но, поэтому, всегда можно везде, как говорится, и в то трудное время, быть, как говорится, святым. В исполнении заповедей и веры не отступали. А которые было, даже мы в то время берем. Вот детство, я смотрю, какое было. У нас что, в школах там запрещали что-то. Все должны быть сто процентов там октябряты, пионеры. Но было такое, что не было. Да, были люди. Вот, что у нас было. У нас никто не был. Мать никому не разрешала. Ни в пионер, ни в комсомольце. Ее прижал уполномоченный. Мы детей отнимем у вас. А мать говорит, ну отберите, забирайте их. Вы будете отвечать за них пред Богом. Забирайте. Но не забрали никого из нас. Не забрали. Никто не был ни пионером, ни комсомольцем. Один брат был октябренком, часа два он был октябренком. Вот. И все. Больше не было. Значит, можно в то время. Можно было. А мать так говорит, пойдут в армию, пускай уже разумно. То есть взрослые пускай вступают. Хоть в комсомол, хоть в партию. Но пока до этого времени ни один не будет. И всех она держала. Все. Остальные все были. Можно было. Можно было и в то время сохранить веру. В нас она не знала ни Евангелия, ничего. Но мать у нас говорит, что она у нас страх пред Богом. Вот это она обложила. Вот это, сынок, не надо делать. Провожает. Мне 16 лет исполнилось. Я еще в городе-то и не был. Мать провожает меня в город. Свободное плавание. До разъезда проводила. Три рубля дала мне на развод. Благословила. Смотри, сынок, водку не пей. Не кури, в карты не играй. Не воруй. И с женщинами не якшайся. Все. Благословила. Села на поезд. Поехал в город. Нашел, где училище учиться на Каменщика. Квартиру. Брат раньше жил на этой квартире. Все. В 16 лет уже пошла свободная жизнь. Но то, что мать наказала, это всегда было. Были искушения. Разные были искушения. Но как вспомнить? А мама говорила, Бог за это сильно накажет. Нет, не буду я этого делать. Отстранюсь от этого. Вот так вот. Поэтому. Начало мудрости. Говорит. А не хватает мудрости. Начало мудрости. Страх Господень. Имей страх Господень. И будешь мудрым. Почему? Потому что Он будет тебя одерживать. Ну, вот так. Ко мне какие вопросы есть? Ничего нет. Все рассказал. Пост. Вы так подробно все рассказываете. Как матушка там? Матушка. Слава Богу. Ходит. Ходит пока своими ногами. С трудом уже там поднимает. Но ходит. Ходит еще и. Еще туда по деревне на другой конец. Старый дом сходит. Там пчелы унесут. У меня что-то я замечаю. После того, как я поболел ковидом-то. Как-то все как-то мутно становится. Зрение? Да, зрение. Зрение или память? Зрение. То, что читали сегодня, издевались, да? Да. Читали, начали еще, потом раз и сливаются. Строчки? Строчки. Да, да. Ну, понятно, у меня тоже. Теряются, строчки как-то теряются. Ну, видите. У меня-то что? У меня было это хроническое. У меня в детстве я болел. Тогда была болезнь Трахома. Трахома. Мне лечили-лечили. И я слеп. Я два месяца слепой был. Вообще ничего не видел. Потом там нашли врача какого-то там. Там бабушка вылечила. Еще в больнице было. Вот с тех пор я... Несколько лет назад, это сколько было, Виктор Андреевич? Я не знаю. Лет, может быть, шесть-семь. Когда мы были... Глазом меня повел. Какой-то Киригиш или Казах. Он был там врач-то. Это. Все. Проверили там меня... Какой-то аппарат там где-то. Все. Ну и... Все. Говорит. Ну что, говорит, сказать. Очки носили? Я говорю, не носил никогда. Ну вот хорошо, что не носили. Если бы носили, говорит, то хуже было бы зрение. Очки я не носил никогда. Ну а так, говорит, что, говорит. У вас это и... Во-первых, я рассказал, что болезнь. Ну это вот это. И уже возрастное это идет. Вот. Капли приписать. Ну и капли, говорит, они не помогут. Много. Если, говорит, можете, то медом, говорит, замазывайте, говорит. Я знаю, поможет или нет, но вреда точно не будет. Ну и все. Да. Медом. Все. Посоветовал мне так. Ну что, мудро посоветовал. Вреда, главное, вреда не будет. А лекарства могут быть вреда. Когда мне закапывали... Это я в шестом классе учился. Я только третью четверть написали контрольное. И я утром стою и ничего не вижу. И я... Четвертую четверть я не учился. Но меня перевели в седьмой класс, так как было там хорошо, хорошо, совершенно. И первую четверть не учился в шестом классе. Потому что только меня уехали где-то, а отец заболел. Отец заболел, и овешек надо было пасти. И я только неделю провел. Меня оправдан домой. Я пока овешек не раздали, до октября месяца. То есть первую полную четверть. Но тогда, видите, было легко все. Учебники были такие, что по ним брат мой учился, я обучился, и другие могли. То есть ничего не менялось. А сегодня каждый год новые какие-то что-то. Поэтому я набрал. Я ходил по советчикам. А у меня что там? Это... Арифметика, алгебра... Я это все... Провещал все задачки, примеры до... Докуда надо. И все вот так вот было. Поэтому может быть это вот еще что было. И поэтому как-то вот... Сливаются все. Да ничего не. Потом раз. Сливаются. Ну ладно. Раз нет вопросов ко мне, занимайтесь дальше. Братья и сестры, всех причастников поздравляю со святыми тайнами. Будьте достойны того, что получили. Храните. Кто еще не исповедался, есть возможность. Батюшка сообщил. Десятая дверь 24-ая. Готовьтесь. О болящих сегодня большой список. Батюшка обласила. У нас Любовь Петровна в больнице. По-моему, неважное состояние. И духовное такое оно, что... Она звонила. У нас в телевизоре. Любовь Петровна в больнице лежит. А вот. Тарасий заболел. У нас. Тоня заболела. Сироткина. Она заболела. Лена Политыкина утром. Планировала прийти. Утром в 5 часов написала, что тоже горло запершила. В общем, сказала, что он не придет. Полинария вроде поправилась. Лена болеет. Лена планировала. Ну а так держатся все. На плаву. На плаву. Мила Степановна молитесь. За нас молитесь. За Александру. За Игнатия Тихоновича всем молиться. Усилить молитву. За Валентину. За Мордокиту. За всех. А Лена у нас заболела. Андрей заболел еще. И Лена. Они болеют. Андрей плохо. Яна сегодня тоже попыталась с утром прийти. Но ей плохо. утром прийти. Утром прийти. Утром прийти. Утром прийти. Утром прийти. Утром прийти. сюда на службу. Поберегите, подумайте о других тоже. У нас костяк-то вон какие, с каким иммунитетом. Вы помоложе кашлянете на них, а они потом будут болеть. Ну и потом, после того, как перенесли уже многие из присутствующих эту заразу, которая распространилась по всему свету, ковид, он очень бьет по иммунитету, поэтому ослабление. Что-то Ваню надо спросить, что у него? Да, Ваня как, Геннадий, расскажи, пожалуйста, у тебя уже началась служба альтернативная? Нет, не началась. Что, тебя не вызвали? Почему вызвали? Вот мы вот с братом Себастьяна были, спасибо ему большое. Спасибо, Христос. Он присутствовал как раз на призывной комиссии, пришел я, там получается вместе со мной еще была. двое, кто на альтернативную гражданскую шли. Но им получается... Перед тобой было двое, еще после тебя было несколько. А, нет, они, те, которые после меня, они на одобрение шли уже. То есть те, которые передо мной были, уже одобрили, уже им выдали направление. Ну вот я когда зашел, мне сказали, что, извини, у нас направления на тебя нету. То есть направить куда-то тебя мы на прохождение альтернативной гражданской не можем, потому что не было на тебя заявок. Но твоя альтернативная гражданская не отменяется, то есть, кто так же находишься на альтернативной гражданской, но придется подождать еще полгода, пока тебе это... Ну не полгода там, до марта, сказали мне, повестку выписали, в марте приходить, что в марте по новой будет. Ты к Андрею-то иди, работай, у себя там, на разнорабочном. Прямо заходите в детскую, и вот эта полка вторая, ну куда заведите, там увидите. У нас в основном сессия, так что было, просто основную информацию выдавали, там получается, частично, да, она будет только в январе после праздничного. Получается, когда подавал документы в летное училище, то есть, слава богу, все хорошо прошло, потому что у нас в летном училище все многие знают, у нас получается, они вот мама наша, ее все хорошо знают, ее очень многие там уважают на работе, то есть там людей почти никто не поменялся. Что значит, верующая? Да. До сих пор вторая часть. Да, вот как раз беседовал с человеком, которому я, получается, на работу меня направят, вот у меня, под его, он сказал, когда придешь в марте, ты уже востребованный. Да. То есть, как сказать, они сказали, что, мол, посмотрим, если тебе понравится, если тебе у нас понравится в летном училище работать, и если ты нам понравишься, мы подадим на тебя заявку, и тебя к нам направят. То есть, они сами очень не против меня взять, потому что они мне сказали то, что, если бы мы не знали твою маму, мы бы тебя, скорее всего, не взяли. Как там директора зовут, Анила Марицева? Там все от этого директора зависит, который был давно-давно уже там, по-моему, он армянин по национальности. А, он, который здесь был, в летном училище, да? Все, он хорошо относился к Насте, вот сколько было всяких сложностей, помощь. На похороны он выделил машину, то есть, пока болел, ну, какую-то помощь всегда оказывал, даже когда она уже там давно-давно не работала, и вот, кто о нем говорит, ну, все очень хорошо отзываются, человек, ну, как человечный, вот такой, я не знаю насчет, насколько он верующий, но, возможно, он и верующий, поэтому он такой, да. И поэтому, а раз руководитель тот же, то и подчиненные вот к вам так и относятся, хорошо. Он мне сказал, что вот, я тебя вот еще вот таким вот знаю, ну, вот он действительно, когда мама работала, понятно, кто, в общем-то, не должен подвести ни маму, ее авторитет, ни к вам, и должен себя показать тоже. Как у тебя дела? Расскажи. Все хорошо. Тролик нету. Молодец. Сколько двигателей отремонтировал? Пока нисколько. Учусь. Учусь. А теоретически. Еще учусь, но не показывали ничего. Не показывали? Нет. Так он же еще на коне, этот, программу 10-11 класс. А, первый год всегда так. Понятно. Так военные. А, Енафа на работе? Только теорию рассказывают. Класса. Ну и ладно. Енафы нет, она на работе? Без теории никогда. А? Енафа заболела. Заболела? Ну да, она тоже у нее что-то кашель там, еще там что-то. Ты угай, как вы думаете, чтобы не молилась. Понятно. Сюда просили, помолиться. Ну, мне просили, говорит, что у нее там все благополучно. Да, ну, да, пройдет. Слава Богу. Слава Богу. Еще год, да, целый. Слава Богу. Не все время так. Так, Ксения, все успевает? Ну, сейчас, здесь есть следующее еще. Я не знаю, когда-то переделать. У нее получается совмещение? Ну, у нее было длинное начинание. Слова благодарности всем вам, братьям и жены. И обратиться тоже к интернетному нашему сообществу, их поблагодарить за молитвы, за помощь вашу. Все имена ваши мы записали, молимся о вас, но Господь все видит и знает вас каждого по имени. У нас произошло значимое события, потому что мы дважды подавали документы на разрешение на временное проживание для Михаила, и дважды нам было отказано. И когда мы приехали в Барнаул, тоже обошлось не без приключений, но в результате документы приняли и будут рассматриваться 4 месяца. Если будет принято решение положительно, то у него будет вот это первое, его статус, вот этот, то есть временно ему дадут проживание. Потом мы можем подавать уже на вид на жительство. То есть события... Сколько такая ступенчатость? Потом, после вида на жительство, уже гражданство. То есть еще предстоит, ну, минимум год-полтора. Но это событие для нас очень важное было, потому что дважды мы пытались, там переводы, там имена, там, ну, невероятно. Но слава Господу нашему и вашими молитвами, все хорошо произошло у нас. Еще хочу сказать, сейчас я хочу сказать, что квартирка такая маленькая, но мы так погрязли в ней. Сами покрасили, все, что могли, мы сделали сами своими руками, чтобы никого не привлекать. Но остановка у нас произошла вот на сантехнике. Там просто как-то невероятные такие какие-то сантехники. А из всех сантехников он один. И он, значит, диктует цены, в общем, интернетные, он так сказал. Я говорю, вам буду давать цены. На что мы отказались. И Михаил, значит, взял и унитаз сам установил. Молодец. Слава Богу. Долго там это все было, но все равно после этих сантехников протекает, там капает. Теперь мы не знаем, что нам делать, как дальше еще, где кого найти. Нам сказали, что вот эти какие-то краны там, они капают-капают со временем, они кальцинируются и закрываются. Вот нам надо, наверное, ждать вот этого момента. Нет, это не правда. У нас так было. Как мозг. Да, 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 ну, так сказали. Не знаю. Значит, по поводу пенсии моей. Все документы, которые необходимы, я отдала в пенсионный фонд. Написала заявление, на которое мне пришел результат, что принято в работу. Первый стаж у меня в Казахстане, поэтому будет делаться запрос, и там они могут даже отказ дать. Они очень так относятся вот к этим российским таким делам. Запросным, да. Тем более сейчас. Вот, будет там в институт подан запрос. На это будет потрачено время. Не знаю сколько. Только тут остается сказать о Бог. О Бог. Нет, мы уповаем и надеемся на Его. Да, да, да. И Он посылает нам добрых людей. Потом я пошла в центр занятости, чтобы как-то мне сработать. Если возможность есть по профессии. Там тоже есть какие-то всякие заковыки. Во-первых, требуют стаж, которого у меня нет здесь. Они не понимают, что со мной сделать. И вот когда больной приходит к доктору, рассказывает ему, жалуется ему, а доктор говорит, я не знаю, что с вами делать. И вот какое состояние у пациента. Вот так я прихожу в центр занятости. Они разводят руками и говорят, мы не знаем, что с вами делать. У меня закрадывается мысль, что там вообще непонятно. Значит, не знаю. Но они будут делать запрос. И дело в том, что это обучение, переподготовка и аккредитация, она платная. Да. И они тоже не знают, как это вот там оплатить. Как обыграть. Вот. Потом, значит, и тоже это нужно время. Я сейчас жду. Там нужно мне обращаться раз в месяц, отмечаться. Потом с помощью сестры Надежды нам поступила помощь из соцзащиты. Откуда мы вообще не ожидали. Буквально, Господи. Да. Они очень с пониманием отнеслись к нам. Потом у нас еще вот в квартире там недоделки. Мороз явился препятствием. Ну, морозец нам показал, конечно. Но все равно мы воскресенье на службу. В квартире тепло. Ну, это уже главное. В храм мы шли нормально. За 10 минут дошли, когда первые морозы-то пошли. Ну, одели все, что там было. Мороз вас прямо в ноябре тут встретил. Да, да. Испытал. Испытал. В общем, огромная благодарность всем вам за ваши молитвы, за вашу поддержку. Испытал. Вроде бы я все сказала. Да поможет вам Господь и дальше. Спасибо, Христос. Преодолеть. Перетерпеть. Еще у кого слова есть? Ну, хорошо. Игнат Технич. Ну, с чего начинали, тема окончим. Епископ Эпсихий ушел в бесчасть внезапно. Пишет, какая болезнь была там, все. Мы узнали это через несколько часов. Я буду возвращаться неоднократно. Вот вы знаете, как поступили с Андреем Кураевым. А вот у меня он в книгах упоминается 120 раз. И только два раза положительнее. И он все книги приобрел. Сам здесь был Андрей Кураев. Применение его не изменилось ко мне. Вы знаете, какое он дало-то. Что в это время наше назвал меня самым великим, там, знаменитым миссионером. Мы где-то перед общицем каким-то. А это все подхватили. Я не такой какой. Я повторяю, у меня нет образования. Я не жалею об этом. Душу мою никто, Осипов никто не корежил. Я внук Христа все, 60 лет посидел. И каждый день прошу благословения. Так вот, 75 раз имя Евтихи в моих книгах. 75 раз. Все было. И там сказано о смерти. Особенно вот это, когда в последнее время, сейчас за войну идите воевать, там прямо призы где-то. А уже опыт есть такой. Если призывает кто-то, а сам никуда не идет, Господь с другой стороны ему пошлет. Тут у Бога все связано, только надо хорошо-хорошо знать, как это. А вы за кого? За истину. Мы знаем, что проклят, то дело Господне делает небрежно. Ночью сегодня сказали, все секты идут к нам в Россию, сектанты, а их там миллионы. Все объявили войну России с Украиной. Понимаете? А я об этом говорил уже, интервью не один раз давал. Казнь, подсигла, которая сейчас у них идет, за то, что вот это крещение, только ладошкой, там, песком, это все зараза оттуда плыла. Ну ладно, какие-то дом строить, там, что бы ни делал, еще определять надо, Божье, не Божье. Но то, что в храме, в алтаре делать, это от Божье. Вот это, что нет погружения, это все оттуда зараза ползет. Я показал это в документах. В 1725-м, как он, не Кипр, говорит, откуда пришла к нам вера православная, там ее, в первую очередь, развратили. Тогда. И мы не можем их вернуть никак, рядом католики. Они под их властью раз-другой. Это не мои слова. Я просто... Материалы здесь у меня есть. К Кипр, православие, там они есть. История. А не я говорю, архиепископ. И архиеписк Херсонский, который на их же территории, он не может еще повернуть. Более круто поступал воин Аценевский Лука. Канонизированный теперь. Когда он первый Лука создал, чтобы никто не мочил голову или там сбрызывали где-то. Запрещу служение. Ему сообщают, такое-то там где-то дальше. Так и делают. Он сразу их за штат и все. И маленько прикрыл. Чуть-чуть только он где-то заболел, все равно вернулись все. Мокрил ладошку. Что безбожники попы. Я напоминаю, когда Господь говорил, что я посылаю вас, как овец среди волков. Но овец это верующих в него. А волками он кого назвал? Тот, кто против них вовел. Фарисеи, садукеи, там все страны, коммунисты, фашисты, это все волки. Но когда апостол Павел, написано, собрал 20 глава 29 стих, Деяния, прощался, епископы, священники перед ним. Я говорю, больше вас не увижу. Из вас самих восстанут, люди, говорящие превратно. Лютые волки, слово лютые означает бешеные, которых только отстреливать можно. Его не лечить, ничего нельзя. Все вместе взятые противники, волки, а это лютые волки. И они внутри. Вот, прямо на неделе один говорит, узнал, что в храме торговать нельзя и покупать нельзя. Я ничего, я батюшке сказал, он у меня сразу посмотрел, кого-то. Я пришел на исповедь, он меня отказывается исповедовать. Ты еретик, почему священники купаешь, записки не даешь. Батюшка, да я же православный, вы же знаете, всю жизнь схожу из семья. Отойди. Мы должны крепко молиться об этом, потому что, может быть, с нас начнется где-то пробуждение. Вот сейчас, смотрите, на неделе что случилось. Дали мое объявление, ну не я, там сделали такой ролик красивый, видел его? О книгах. Вот этот трехтомник, Нового Завета, издать, вот это второе издание было, сейчас третье, оно увеличится, было тысячи, две тысячи, сейчас замахнулись на пять тысяч. Не хватает средств. Кто может поучаствовать и в этом? Если не знаете, где, куда, чего сделать, вот сестра у нас, Елена, выдащук сидит, а она в этом курсе все, к ней. Вот сколько вы заплатите, допустим, ну стоит, пять тысяч, трех, три тома, заплатила 15. И скажешь, а мне нужно только один. Один и получишь. Три, три, больше не будет. А если случится, что-то и не издадите, вы напишите, мои деньги отправить туда-то, в детдом или престарелых, или верните, ну как-то вот так вот. То есть это все обговорено. Обмана здесь никакого нету. Ну и там говорится о том, что уникальность книги, что там откровение, вместе, чтобы с Блаженовым и Пилаком и весь Новый Завет там был, то Геннадий Пас сразу показывает все его фотографии, богистр богословия. И дальше, что о нем говорит Тихон Ширкунов, митрополит. даже это и то все документированное. А теперь 319 там комментариев, которые я настаиваю на том, что Блаженовым и Пилаком нужно хорошо знать, и где он призывает проповеди, благовестию везде. И сразу показывается его икона, Блаженовым и Пилаком. И дальше я встречаюсь с щенниками, сидим с митрополитом Сергием. Здесь он там благословляется, благословляет. И это все в одном ролике, короткий ролик. Я просто объявляю в густном виде. Вот из вас здесь никого почти нету там, где мы собираемся. Интернетное сообщество. Каждую неделю в общей сложности сколько? Там, наверное, около пяти занятий. Шесть, наверное. В понедельник нету занятий. Да, занятия, по слову Божьей. Понимаете, как вот брат Игорь Владимирович ведет по ветхому завету. Настолько интересно. Он много всего знает. И собираются люди отовсюду. Смотришь, 50 человек. Это с разных стран. А своих-то два. Ну, Галина Загуляева. Там всегда бывает или нет. Кроме того, мы здесь начинаем молиться. Как? Ну, знают когда. Пять утра. В Таём 4.40. Пять утра у нас называется звонок. Да, звон. И звонок одновременно идет по всему миру. Мы становимся на молитву. Ровно полчаса утренней молитвы. После этого сразу же начинается чтение Нового Завета. После этого считается одна из проповедей моих. Это люди сами избрали. Каримов там Михаил. Он считает седьмой том. До седьмого тома я еще не записывал. Все эти тысячи проповедей ушли никуда. А теперь каждый ищет. Вот вы сидите, допустим, не знаете. Но самое важное будет на суде Божьем. Если ты придешь и ничего нету, Господь ответит. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня. Вы примените это. Сегодня еще не поздно. Вы из дома-то не выходите. Я не выхожу. Но работа-то идет. Я встаю иногда в два ночи. В четырем сорока. Почту еще не могу разобрать. Сколько людей о чем просят. Мы уже пять лет в семье. Вы наш духовный отец. Другой. Вы духовный отец. Я каждый день получаю. Почему сказали? Тысячи людей пришли через проповедь. Ну с чем ты придешь-то? Я уже сколько раз про это говорил. Не сидите. Сегодня еще время. Завтра поздно будет. Вот видите. Отдельные книги лежат. Что означает? Вот сестра Ирина Александровна. Она занимается через нее. Это отсылать. Куда-то. Книги идут. Вот она сказала полный комплект. Уже приехала пораньше. И все отложила. И отправить надо. Коробки запечатать. Ну хотя бы молитесь об этом. Она уже сегодня не домогает там. Куда ни посмотри. Люди ищут свет. Сегодня ночью там. Один мусульманин посмотрел. Видно. Как все понравилось. Как у мусульмана. Такие платки надетые. Платья. Они не раскосмаченные. А вы не хотите принять ислам. А другая сразу кто-то. Не я. Я просто считаю. Называется такая. Это Валентина. И говорит. Вы кому говорите? У него целая книга в мусульманах написанная. Ты читай ее. Ты будешь православным. И дальше между ними. Какой идет разговор-то? Ну вы ничего этого не знаете. Я ничего не могу дать. Кроме того что есть. Вот допустим. Имя Евтихий. Вы в жизни встречали такого человека? Или где-то соседа? Или Евтихий. Мне 83 года. Я еще ни разу никому не сказал. Вот Игнатий как. Я не встречал ни одного Игнатия рядом. И поэтому никого не мог назвать. Это и смотрим мы сейчас ословие. В календарях. Имя редкое. И то я 10 июня по-новому. 28 мая. И вот об один день. И в Тихий. Ну случайно это... Ну конечно если бы Владимир Николаевич был. Тогда у меня есть такой... Есть 40 Владимиров вокруг меня. Я их называю кто знакомый. Владимир, Владимир. Как будто бы даже это и не имя какое-то. А общее название людей. Я к тому говорю что случайно. Может быть. Но и Тихий здесь. Он не был епископом. Когда я был в Синоди в Нью-Йорке. Ну нам то уже надо было епископа. И я о нем говорил. Он меня выговорил потом. Я вас не просил за меня ходатайствовать. Когда начались маленькие неврядицы. А какие неврядицы? За кислом православию. Когда я говорю как надо тщательно готовить людей к принятию Христа. К окрещению. На русском языке. И второе. О войне. Христианин не может стрелять. Ты не веришь мне? Ну открой откровение. Запиши 13 глава 10 стих. Кто берет меч от меча и погибнет. Кто ведет в плен. Сам пойдет в плен. Это слова Духа Святого. А вот сейчас на фоне начинают. Знаете. Вот когда оборона. Мы за мир. Но если меня на семьи нападают. Я обязан. Монахи. Схи монахи. Там еще какие-то приставки. Мы должны воевать. Вы помните. Корнилий. Которому Петр пришел. И он воин был. Ну по нашему капитан. Сотни там у него было людей может быть. И он. Так его апостолы благословили. Он так. Может и до нерала заслужился. А другой Лонген. Там. Представил. Я вчера специально выписал из жития святых Дмитрия Ростовского. Вранье стопроцентное. Он только обратился. Написал. Сам сложил. И пошел с апостола проповедовать. Это монахи на фоне. Севсимина православия. Лонген точно так же. Обратился. Деньги не взял. Которые давали. А стал обречать их. И сразу ушел. И пошел на проповедь. Что трудно взять Дмитрия Ростовского. Просчитать. За сентябрь. За октябрь. Ну кто мы такие. Когда нам верить то нельзя. Мы. Не ценим свое слово. Я говорю о том. Что. На меня. Которые выходят люди. Вот они знают. Там. Зеленский. За вас. Что он так ходатайствует. Как будто бы. Два отца родных. Свой отец не смотрит. И он. Я вас давно считаю. Вы мой духовный отец. Вы это знаете. И где он что вам говорит. Я ничего не трогаю. Я вас подталкиваю к тому. Батюшка он сказал. Я поехал. И говорю. Дал отец три рубля. Я поехал когда. Я не хотел. Пастухом. На лошади. Отец меня прогнал буквально. Три рубля дал. Но это еще не понятно. А три рубля если по царскому времени. Это можно было три коровы купить. Но три рубля по нашему времени. Билет стоил. Доборнуло. Двадцать. Тридцать. Осталось сколько? Семьдесят. Семьдесят копеек. Я на семьдесят копеек должен найти квартиру. Заплатить за нее. Поступить. Сдать экзамены. Питаться. Литературу. Ну и все остальное. Я еще до дома не дошел. И уже я гляжу где кому помочь что сделать. Наше положение было намного труднее Ваня. Вообще нет никого знакомых. Я иду. А когда мы подошел. Обувь от дома. Я босиком ходил. А в городе босиком-то и говорить не принято. Ну я подошел. Оторвалась подошва. Он нам удал. Он заломил такую цену. Вот я пошел на одной ноге. Он закрещал. Обматерил меня. Ботинком меня забросил. Я схватил и бежать тогда. Мне нечем заплатить. Я думал три гвоздята забьет. Еще он возьмет. А я же не знал ничего. Приехал сюда. Вы цените что у вас есть. Продуктами вы никогда голодные не были. Научитесь экономить. Это большое. Написано. Кто-нибудь во что ставит малое. Мало по малу придет в упадок. Это Сирахов нас учат. За самые маленькие держись. А сегодня ко мне пришла одна сестра. И говорит. Вот насчет шторок вы выговаривали. Это зеленые были. А я как раз имела к этому отношение. Там шила или что-то. Я говорю. Да ладно. Какой честный народ у нас. Мне сказали. Я сделала. А тут-то когда я спрашивал. Я промолчала. И то она промолчала. Она ничего не сказала. Но она уже беспокоится. Вы понимаете. Это что работа над людьми. Но я то сказал для того чтобы сели. Пока не объяснили. Что она там в труху уже превращается. Ну убрали. Ну отдайте мне эту труху. Может я выражу на портянке что-нибудь. Где-нибудь. А отдать. Я говорю вам о том что не случайно. Смотрите. Когда мы пытались здесь только регистрировать. Нам очень сильно мешали. Патриархийные буквально не вылазили с отдела юстиции. А у меня близко там Иван Егоры же был Васютин. И он говорит. А что это такое. Разве от них это зависит. Они на нас что только могли придумать. Это иностранцы. Это шпионы там. Разное все такое. И нас зарегистрировали. Вперед их. Я веду занятия в университете АГТУ 18 лет. Из них Пилатов присылают секретаря с бумагой. Чтобы нам отказали. Мы один раз на крыльце наружу провели занятия. Узнал Семкин. И Стегнеев. Ректор и проректор. А что это за отношения такое. Вы же верующие. Будьте очень внимательны. Нам никто не помогал. Мы только молились. И Бог все развеял. И мы свободно. Ну пока Москва сказала. Никого больше не запускать. Мы свое дело сделали. Вы помните это. Сегодня время благоприятное. Может такое никогда не повторится. Вот к нам приехали люди. Вы можете подойти и спросить. Что им нужно. На новом месте. Они с собой ничего не могли взять. Она наверное только трехтомника в руках и держала. Как мне в Вашингтоне подарили. Компьютер. А я его глаза-то не видал. Нигде не работал. Но один Кондратюк. Там отец Арсений. Когда мы с ним сидели за столом. Там в стену один двое. И он узнал мое отношение к Иоанну Златоусту. Двенадцать томов репринтного издания в Италии. Очень качественное. И он пошел. Чемодан взял. Вытащил все двенадцать томов. Вот он ополнил чемоданчик. Я решил тогда в Вашингтоне брать то или другое. Ладно. Компьютер могут и дать. А это нет. И всю дорогу летел там над океаном. Если упаду я. Рассыпятся. Утонут или нет. Мои книги-то. Понимаете. Вот такие моменты. Их нельзя придумать. Господь об этом нам говорит. Вот здесь будет момент. Сегодня уже просто времени нет. Мы кое-что будем считать. Если я 75 раз упоминаю его имя. То, что вы не знаете. Притом идет у нас беседа в Потеряевке. Говорит, что Михаил Фаст. Говорит кто-то. И все это магнитофон накручивается. А потом Кубайкина была, Галина Ивановна, дай Бог здоровья. Помогли это все в определенном. Вот я переписал в каком томе, под каким названием. Это мы будем здесь считать. Это очень полезно. Я не знаю, кто так и в тихие знал. Представьте. Из центральных районов. Мне говорят. Вот когда проезжает архиерей, с ним священники. И когда выезжают. Кого они посетили, священника. Обязан накормить. И конвертик каждому дать. Разорение. Да есть ли такие, которые они грабят? А я говорю, есть. Да вы что? А где он? Я говорю, у нас. Курочкин. У него носки-то не всегда были. Сегодня мы повторим правильно римскую поговорку. У нас привыкли так. А мертвым говорить хорошо или ничего. Это взяли от римлян. Там написано. А мертвым говорим все или ничего. А все это значит все. И батюшка взял, сказал, где он был, какие-то у нас конфликты. Батюшка думал запретить, меня отлучить. За три темы, которые там есть. Это военная, русский язык. Но самое-то здесь интересное. Батюшка, она же приезжает туда и говорит, есть священник, это диакон, кто сидит на скамейке. Батюшка слышит, подправит, что не так. А архиерей там один голос его, а почему? Да, он на русском языке там перевел, преследовал, а теперь перевел. И теперь уже пишут, там писатель один. Это как братья Лапкины сумели так переломить епископа, что он не просто за русский язык, а сам переводит там заупокойно, как считать. Я сегодня получаю, сегодня только письмо. У нас он был, тесто фамилия, какой мужчина приятный, с ребенком был. Ребенку, наверное, уже 9 лет есть. Максимка, что делать? Вопрос спрашивает. Как в субботу? Старики, дайте нам его отсюда. Он, ну, неделя кончилась, и он просится, ну как его не пустить? Это же родные, мои родители к ним. В храм вечером не ходил в субботу, сынок? Да не ходил. А в воскресенье? Да я не выспался. Я же теряю его. Как поступить в этом случае? Почему? Ребенок сказал то, что взрослый не говорит. Он говорит, пап, я стою там так только, что ты на меня сердишься, когда не хожу, чтобы тебе добро сделать. Ну я же не понимаю ничего, что там делается-то. Да у нас мы идем, наше богослужение, это наполовину на русском, библейское там все считается. И то человек, который поет, и говорит, я многого не понимаю. Я говорю, служба-то составлена не просто так, она наведет нас по Библии. Ну можем, нельзя. А почему нельзя-то? Я по сей день не знаю. Почему нельзя? Когда Духи Святой-то сошел в виде языков, на разных языках заговорили. Я говорю, кто дома сидит, молитесь о том, чтобы помог Господь издать. Вы привыкли к этим книгам? Очень. А вот чтобы издать, я тогда нигде не объявлял, а так сам один, никто, ниоткуда, как сейчас мы друг другу тут помогаем. Это мне обошлось по сегодняшним деньгам примерно 55 миллионов. Миллионов. При моей пенсии в то время она была там 6 тысяч, что ли. Господь делает. И мы сейчас уже, я слышу известно, насколько достоверно, уже на 3 тысячи экземпляров, а раз 3, а их 3 дома, это уже 9 тысяч. Ну тут корректоры работают, там букву Е превращают в Е, где надо. Ну, работа идет. Помолитесь, я прошу. Болящие, особенно, когда вы дома, спать не можете. Ночью помяните. Без просвещения народ глупый погибает. Вот у нас крестовозвиженская община. Почему она крестовозвиженская-то? Я в этом усматриваю перст Божий. Если я не встретил Игнатия нигде, то чтобы Игнатия и Тихонов еще встретить, это, ну, на 10 миллиардов надо было выиграть, свыщих искать где-то. И оказалось, посчитайте там. Мы тогда пытались, где-то планетарий был. В конце концов, когда мы уже здесь зарегистрировались, оказалось, она крестовозвиженская. И у них священник был, Игнатий Тихонович. Ну, это слишком много соединений таких. Как мы должны ценить все, что она крестовозвиженская, как у нас дело идет, как Господь узнает. Я в прошлый раз говорил, как сестра одна из Германии ждала ребенка. Я говорю, читаю пророчица Девора. Вот о Деворе бы проповедь сказали-то. Ну, на следующей неделе я о Деворе и сказал. Она так и назвала. А муж воспротивился на Сириз. Назвала все равно. Я говорю, ну, тогда что, узнавать, кому какая проповедь нужна, а бывает нуждаются. Я возьми, да скажи в интернете. День проходит из разных стран. Теперь уже, наверное, 40 с лишним заказов на что сказать. Вы об этом помолитесь, чтобы Господь положил на сердце то, что я ищу. Ну, сейчас начнай о чем-то говорить. Ну, никак. Что ты скажешь? Надо сказать, чтобы это Господь сказал. Чтобы душа затрепетала и сказала, вот я, Господи, возьми меня, веди меня. Я пока говорю о книгах. Потому что, вот видите, сестра делала. Сколько раз на эти ящики надо носить, кто-то на машине привезти, отправить. Все это оплачивается. Вы знаете, что такое симония? Это смертный грех. И когда вас спрашивают, вы не уклоняйтесь вам, не потерять связи какие-то, хорошие связи. Правда должна вас сиять. Если ты не говоришь, знаешь, что это неправда, человек погибнет. Но его кровь, я обзыщу с тебя, говорит Господь. С тебя? Но если ты говорил, а он погиб, его кровь на его голове, а ты спас свои души. Иезекииле 13 глава 17 стих. Вы проверяйте, хоть маленько-то пишите, о чем я говорю. И как? Скажи, сколько у тебя врагов? Ну, просто так вот. Посмотри, кто против тебя? Вот ты сейчас пришел домой, а тебя там кто-то грозится. Ну, сколько? Да у многих ни одного нету. Ой, как хорошо. Я говорю, а ты знаешь, раньше было, никто не знает. У меня крестик, а там уже стоят, там бокалы, я за ними поставил иконку. А крестик, а я на майке, с обратной стороны, на лямочке пришил его. Никто не знает. Если никто не знает, Господь скажет, я никогда не знал вас. Что же делаем-то мы? Если ты истинный христианин, ты будешь бороться за правду. Ты будешь говорить. У тебя будет врагов очень много. У меня бывает за ночь иногда 37 звонков только с угрозой. За одну ночь. Только в черные спеши, которые грозятся, которые против. Я занес уже теперь 23 тысячи человек. А там если взять президента, то патриарха и то столько не наберется. А почему? Я все время, по милости Божией, говорю, как надо делать-то. Священники сегодня вообще не хотят никак делать. Только песком. Я говорю, ну где вы видели? Слюнями можно. Вот слюня вы какие. Появились песочники. А зачем же близьенона крестился, где много воды? Зачем же Евнух вместе с Филипом оба сошли в воду? Зачем крещать, где Русь крестила Днепре? Явление Христа народу. Видели, где люди вылазят из воды? Ну кто будет говорить? Так это малая часть. Отношение вот сейчас какое? Я уже не раз говорил на военную тему, что в Украине ни слова не отмечайте. Наше дело молиться. Смотрите, за этим смотрят очень внимательно. Дается ответный сигнал. На меня было не кинулись. Я встречаю. Писание так говорит. Вы проклятые Богом. И меч Божий проклятый, то его удержит. А что? Я могу только молиться. Да будет воля твоя. Я никогда ни за один выстрел не голосовал. А что делать? Заслужили. Нужно достоинство вынести. Да, мы это должны. Нас ожидает несладкий впереди, что будет. Это тоже держите. И поэтому то, что сегодня он говорил. Вот я посмотрел. Слово Евтихи у меня в 33 том. А их 30. Третьего. Три тома-то. И четыре стихов. Еще семь у меня книг было заготовлено. И я вдруг остановил. А столы-то еще не были, наверное. Теперь на столы положили. Ровно в столы вошло. Ни одной книги лишнего нет. Я во всем усматриваю милость Божию. Предведение, заботу Его о нас. И вот симония это когда платится за что-то. С кем бы вы ни говорили, говорите. Платить за крещение нельзя. Я открываю. Вот здесь у меня написано. Патриарх Алексей Второй. Ридигер, по милию его была. И он говорит. До чего дошло дело? Что за крещение деньги берут. Да это же самая настоящая симония. То есть смертный грех. Оправдания нет. В священии кто-то крестит, извергается. Крещение за ноль. Как будто его не было. Если только еще нагрузка не будет в обратную сторону. Вот в книге там написано. Какое парикальное собрание. Где он говорит. Какая страница. И все это напечатано в церковных ведомостях. Я мог бы не говорить. Ну как я буду спать спокойно, когда люди-то погибают. Венчают всех подряд. Я говорю. А сколько ты раз венчался? А я попу не сказал. А сколько раз? За четвертый раз. А что Бог будет утверждать? Развод только одна причина. Неверность одного из супругов. Сегодня официально утвердили. 12 причин разрешаются. Вот здесь у нас был человек. Я говорю. А почему ты развелся? Да мой с женой взгляды разные. Взгляды разные. Как крестье у Рассаната. Я говорю, что собака стала чемпионом города. Она говорит, не чемпионом города, а только района. Мы разошлись буквально. Мы должны быть внимательны к Слову Божию. Которое буквально прожигает сознание. Я не могу молчать под ногами. Библия валяется. Когда Моисея услышал, что народ отвернулся. Что он со скрижанами сделал? Это единственное было на весь мир, за всю историю. Не пальцем человеческой, не типографией. А Бог выжиг. И он разбил просто все во гневе своем. И Бог его не осудил за это. Теперь пойдешь печатать больше. Выбивать там сам на скалах. Другое будет. Я говорю о ревности. Случилось такое, и человек спасся. А вы как? Знаете, молитва ваша доходит или нет? Вот у меня один выходит из Германии. На неделю. Ну, я давно верующий. Жена со всеми, и Бога не признает. Не против. Но на молитву никогда не становится. Ну, помолитесь. А утром пишут, что случилось. Жена встала и подошла, встала на молитву со мной. Я испугался прямо. Это как так? Это моя жена. А всего-то ничего. Он сказал. Помолились. Другая. У меня столько ребятишек уже четверо. А он бросил, ушел с какой-то матрёной там. И даже разговаривать не хочет. Ну, помолитесь. Я фиксирую себя. Чем надо молиться? Помолились. И она утром меня ошеломила буквально. Ни слова не говорила. Друг мой суженый явился, лег на кровати и говорит, я никуда не уйду. Это не волшебство какое-то. Это Божья милость. Я сказал, Господи, как угодно. Ради детей. Ради его спасения души. То есть ежедневно такие вопросы задают. Что даже кажется, это невероятно. Вот сегодня с Украины. Человек пятидесятник. А что такое Малакия? Поднимите руку, кто знает, когда там в Библии говорится, что совсем можно не наследовать. Кто такие Малакия? Ну, поднимите, кто знает-то. Вот видите как. Запомните, я отмечаю. Сатана настолько обнагрел, что стал женить мужика на мужике, а женщина-женщина. Эти называются вот так-то, а эти так-то. Так было. И город сжег. Два города и окрестное Содом и Гоморрой, пять городов. Бог испепелил, и они на дне моря, их нету. А сегодня официально и Папа Римский благословляет эти браки. Официально. Так вот, который творит, это мужеложник. А на котором это вытворяет, там Малакия. Но оба они наследуют. Библия говорит об этом. Я сегодня выписал. Левит говорит. Если такое обнаружится, оба будут преданы смерти. Смертный грех. А его сегодня утверждают. Я мог называть много людей, которые высокое звание, и они на самом на этом деле стоят. Притом официально это. И не где-то, а даже в Израиле. А уж про Америку говорить не надо. Вы знаете, к нашему президенту, ну к нашему, я имею в виду российскому. Когда сказали, вот там такие идут, они взяли для себя символ радуга. Какое отношение к радуге имеет? Она после потопа. То есть, им надо сначала утонуть, а тогда радугу принимать. И что? Господь положил на сердце. Опять только Бог это может сделать. Выступает один, какой-то называют пастор, и говорит, мужеложество запрещенное Богом. И кто-то доложил в суд. Его сразу арестовали на двух годах. Он говорит, и написано вот, Левит, 17 глава. Говорит, мы тебя не спрашиваем, ты знаешь нашу политику. Вы знаете, что в мире делается-то. Ну, помолитесь об этом, Господи. А когда спросили президента Российской Федерации, что, дескать, у вас, видите, как запрещается, у нас населения, говорит, и так мало. А от этого брака их ничего не получится. А они теперь усыновляют где-то брошенных детей, и называется, это, один, два, родитель один, родитель два. Ну, как они уже распределяют. То есть, столько в мире бед, а ты почиваешь. Мы, когда распроставляли Евангелие, открываем дверь открыто, солнце жарит. Кто дома есть? Я болею, бабка. Баба, что ты лежишь? А что я кому нужна? А где дети бросили, уехали? Ну, здесь, рядом, по районам где-то. Я говорю, ты знаешь, что президент в Японии? Ну, и что? Даже опасность там ему угрозили. Ну, встань-то помолись о детях. Что ты говоришь? Ну, вставай сейчас же. Я говорю, сразу встала, бабка, она ходящая, сама в магазин ходит. Ну, маленько, ты измените тон, голос, как где-то бываете. Таких-то сколько вокруг вас? Тут просто коснитесь. У нас это все здесь определено. Здесь ответ идет на 4124 вопроса. И про это здесь же говорится 137 проповедей в этих книгах. Нам всем нужно поближе быть к Богу и друг к другу. А так, что ты дома на собрание не пришел, ты не думаешь, что тебе это хорошо будет. Считай. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первая, она 1.7. Но впереди-то там два еще пункта. Если ходим во свете, как он во свете, запитаем, имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса, а если этого нет, ты никто. Ну, в прошлый раз было тут сколько человек, 12 или что. Ну, понятно, непогода, трудно. Сегодня, слава Богу. Но сегодня-то уже одна треть осталась только. Я все пытаюсь разжечь. Там, где, кажется, по моим меркам, ну нет огня. Начните об этом. Первое, я сказал о книгах. Мы молимся сейчас за пептихи. Упакуй, Господи, душу его. У меня есть такие о нем, там, когда мы беседуем. Это вообще. Вот один день мы, я пасу овечек, и он приехал. А раньше солому сгребали двумя тракторами, и такие кучи наваливали. Овечки ходят хорошо, мы с ним на соломе целый день. И сколько бесед были. И он потом, у него маленькая газетка была, и он говорит в этой газете. Вот, я езжу туда, вот, был по Теряевке, ну, поминает меня, я уезжаю как обновленный. У меня столько нового, там, как митрополит Старообрежский мне написал, столько нового, интересного и полезного. Это он, говорит. И как-то ехали, я даже забыл про это, мы ехали, и, говорит, такой мороз, а у него там, это, тюбетейка-то. Ну, а я, снял и дал ему. Ну, так я, говорит, надел на свою тюбетейку, так у меня еще он охлюпает. Говорит, какая голова? Насчет размера головы, у головастика голова больше хвоста. То есть он неоднократно упомянул. Но один раз даже я его как будто обидел. Я сдал книги, когда книги сдают в магазин-то, а это там у них, где он, в Ишиме был-то. Ну, и люди сдают, она, которая там в библиотеке, подождите, я еще не записала, запишешь. Сразу книги все разобрали, 38 томов. А он говорит, как так? Мои книги я дал туда, лежали два года, вернули все назад, никто не взял. Ну, понимаете, я, понимаете, не конкурент. И про ваши книги, что они там стоят на полке, я не знал. Повторяю, у меня нет образования. Ни писательского никакого нет. Это так Бог сделал, чтобы мы оценили, какое богатство дал нам Бог. Иногда меня упрекают за это, я говорю, ну, зато душу мою никто не корюжил. Я написал, как находил в Священном Писании. Вы обо мне позаботьтесь. Я отвечаю, так многое. За это еще придется отвечать и не один раз. Вот, представьте, толкование Блаженного Пепелакта, и я делаю 313 комментариев. Добиваясь, чтобы после него было, как и призываю на проповедь где-то. Ты болеешь, и из дома выйти не можешь. Ну, телефон есть. Я дома. Звонят, отвечать, не отвечать. Ну, думаю, старше, обычно, лучше не отвечать. Людей обманывают. Счета разные там как-то делают. Обманут тебя. А здесь человек пожилой. И говорит, мы приглашаем на занятия исследовать Библию. Хорошо. Так, адрес где такой-то? Я тоже веду занятия, к вам приглашаю. Что? А вы кто такой? Православные. А мы свидетели Ивовы. Я говорю, так вот мы с вами встретимся. Как нам хорошо будет? Они тут пришли, ищут глухонемых. Глухонемой один из них. И никого не бросают. А они ходят по домам. И вот она такая, о себе пишет. Я уже говорил один раз. Ей 84 года. Ну, раньше было меньше. Я подошла к батюшке, там отец Иннокентий. Я хочу вот понять, как это вот говорит Матфея. Слушай, Авдотья, ты в храм ходишь всегда, я вижу, да? И всегда причащаешься. Ну как, положено, так делаю. Я где же вещи покупаю, ждать. Что тебе еще надо? Батюшка, как? Ладно, не надо. Это иеретики этим занимаются. Что с иеретиками знать все? Он в два раза ее в бабку-то отправил, а потом в дверь. Я открыла дверь. Приятная наружность и женщина, и молодой человек. А вы хотели бы знать больше о Христе? О, да Бог же вас послал. Заходите, родные, нам за стол везде. Все, она ушла. А теперь вот у меня один враг-то, дед. Внущенок слушает, дед обязательно. Как нам они-то иди сюда, в шашки поиграем. Она все знает. И так пишет таким красивым почерком, в каждую клетку. И я ей послал книгу к истинному православию. Так ее там свои-то узнали, а она не отдает. И договорились тогда, тогда только на дачу отвезли, чтобы дома кто случайно не заразился моей книжкой. А их отношение-то к нам. Все, как мы, так они к нам. Как они могут? Итак, таких людей сегодня у нас много. В одной Америке 21 тысяча разных еретиков по названию. Если назвали сейчас, что они предпримут, эти еретики, мы не знаем, мы можем сказать, Господи, не допусти, чтобы они злодейство свое изрыгнули здесь. Они еретики. Помощи от Бога им не будет. И поэтому... Вот вы считаете, когда там 54-я, кажется, глава надо посмотреть, Исайя. И скажите, помазаннику моему хиру, я с тобою. Слово Христос как переводится? Ну, кто знает. Помазанник. Помазанник. И это говорит... Ты помазанник, а в оригинале стоит Христос. Скажите Христу моему Киру, языческому королю, я держу его за правую руку. За правую руку, значит, иди отомсти Израилю. И он придет и отомстит. Кто это открыт? Только один человек, Исайя, один из великих пророков. И сегодня, мне кажется, вот президент взял Господь за руку и сказал отомсти за все, что они творят. Мы не одобряем. Я говорю, я проникаю в это дело, сравню одно с другим. Спасибо, Христос, что отнял время у вас. Спасибо, Христос. Какой порядок чтения? Ни того, ни другого нет. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предсадь пресудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в живоптере. Не написано, да его несоответственно, ему отмечать намного труднее за каждого человека, который под его руководством был. Я говорил, что если за распад России будет когда-то суд, на первой скамейке будут сидеть священники и почителя. Они имели доступ к народу. Ни то, ни другое. Ты не знаешь, как считай Евангелие, считай Псалтир. Вот у меня Псалтирь чтения за два дня я насчитывал в лагере. За два дня. Так я сначала переписал его полностью от корки до корки. И Новый Завет за неделю. Эти вопросы, зачем их? Говорят так. И говорят, может быть, правильно, чтобы ангел напомнил. В Баймангеле ты поступал? Почему ты поступал в Псалтирь? Отомщил врага моим, звал воевать. В Ветхом Завете один был закон, но он в другом. Другой. Любите врагов ваши. Если врагов любить, так вообще-то нам нечего воевать больше. А то разбили какое-то. Надо натрое. Это первое, значит, врагов любить, которые против меня, безразличие, которые, ну, враждебно так, а которые на отечество с теми идти воевать. И кто это сказал? Пиларет. Тебя Бог по пиларетам не будет судить. Он будет судить по Библии. В Новом Завете, я сказал, на кого опираются, они Лонген, Корнилий-то. Они сложили с себя полномочия, сняли с себя мундир и ушли. Пошли пропадать Христа. Вот как. И поэтому, когда Иоанна Златоустова спросили, что у нас храм строится, деньги на храм только отдавать или бедным. Он говорит, делайте то, что на суде Бог спросит. Про храмы наши Бог не спросит. Он спросит, накормил, напарил, посетил, навестил. Он не сказал, больного посетил, подними его, Сандра. Нет. Он нам не поставил в задаче тюрьму раскрыть. Нет, но посетить. Ну, хотя бы сказать. Она мне... Я говорю, что вы такие? Да мы же заключенные, отец, из тюрьмы. Сейчас, по телефону. Я сейчас рулетки их нахожу и начинаю им давать свои материалы. Вот как. Ну, а дома-то, когда сидишь, ничего нет, откуда знаешь. А ко мне стучатся непрерывно. То есть я интернета, который просит ответить, это стук. Ответьте. Приходят иногда с семьями. Пришли сразу, вы видели, я вот пришел, я мусульманин. И привел двух с собой еще. Они уже готовы православие принять. Ну, где ты найдешь? Я ни с одним не разговаривал-то. А какие люди-то там хорошие есть? По крайней мере, они не врагами будут. Второе. А они уже Христа признали. Ну, необходимо кровь его. Без крови нет спасения. Я сегодня причастник, поэтому особый смысл приобретать. Поэтому особенный гигантик, и горячий. Да. Я хотел сказать. Меня за руку кто берет, и все удивляются, руки как лед. Две недели почти, из меня кровь идет. Старая операция, видно, ну, говорили врачи, будет. И кровь. И я ничего не могу. Брат среди потемок пришел, принес лекарства. Я все делаю как надо. Как будто бы маленько лучше, но все так же. А вчера исповедовался. Утром встал сегодня. Ничего нету. Понимаете? Ну, настолько это удивительно. Я, Володя, только просыпаюсь. Володя, сегодня у меня все. То есть, может, то, что впереди все это было, соединилось. Я не отрицаю этого. Но факт, что крови не хватает, и поэтому пальцы такие. Но это большее внимание голубям стал удивлять. Выделять. Потому что молоденькие еще не покрылись. Мороз степнул, сразу погибли. А двое живые. Я еще в комнату затащил, и с ними вожусь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Еще у кого слово есть? Нет, на молитву. Достойно есть, а кого есть цену, Блажитетя Богородицу, Присноблаженную и пренепородшую, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Хирургин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искрения Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защите Родину нашу от нашествия иноплеменников, От внутренних расприй, От беззакония, которое втайне остановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаются в небрежении своем И проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи правит досуды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Истеченное Святой Библией. Прости нас, Господи, владыка жизни, Что закрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Ава, Отче, Господи, Научи нас семикратно в день прославлять Тебя сосуды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятой Троице. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву возденья рук, Как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молясь, и к тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Бог, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, Прими наши молитвы и исполни о всех, заповедавших нам молиться о них. И о незаповедавших молимся. Коснись их сердец. Да отверзутся для них двери покаяния. Милостивый Создатель, благослови нас, как многое Ты нам сегодня снова сказал. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Коснодар. Аминь. Аминь. Минуту я скажу тебе о поднятии рук. Люди, которые не понимают и говорят, ну ты же не священник. Библия говорит, Павел говорит, хочу, чтобы поднимали руки мужей во всяком месте, без гнева и сомнения. Не можешь понимать, когда ты в гневе. И когда у тебя во всем сомнения. Ну а как это? Ну священники-то поднимают руки, почему ты не поднимаешь? Они разве не мужи? А теперь мы считаем житие святых. Василий Великий. Сколько у него там было людей? Не наша гневка была. И он говорит, все поднимите руки и будем молиться. Потому что душа попала в сети дьявола. И все до одного. Я говорил, как? Никак. Вот у нас митрополит, он вот так рядом. Как? Нигде не написано. И все правильно будет. Мое мнение такое. Поднимать руки, чтобы ладонь к ладони было. Как можно выше. Прямо против головы. На сантиметры ближе к Богу это не помешает быть. Так. Вот так. Если это нам понятно, то написано «Житие Агафьи». Агафьи там другие молились, поднимая руки к небу. Так что где говорится о мужья, говорится о женах. Во славу Божию. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.